Компания Лябко Ее продукция — результат объединения нетрадиционной медицины Востока и современных технологий. Устройства аппликационные Лябко широко применяются в разных странах и помогли огромному количеству людей вновь обрести здоровье. Глобальная миссия Компании заключается в естественном оздоровлении человечества. И на этом пути делается все возможное, чтобы помочь людям стать здоровыми физически и духовно, вновь обрести связь с природой, а также древними традициями предков. Именно эту деятельность можно назвать частью той благотворительной кампании, которую проводит компания Лябко совместно со Всеукраинской общественной организацией за сборежение народу. Это такая радость, когда ты можешь сделать человеку то, чего он сам не может. И для тебя это вот чуть-чуть стоит, а для него это невозможное что-то. Это и есть счастье. Только вот взаимопомощи друг к другу, взаимоподдержки и можем наш мир творить, созидать и делать его прекрасным. Когда мы не за что-то, а для чего-то. Благотворительность это для чего? Для того, чтобы дети были счастливы, для того, чтобы дети были радостны, для того, чтобы вокруг был мир, для того, чтобы цвели цветы, травы росли, для того, чтобы бабочки летали, пчелки опыляли, чтобы сады цвели. И вот, понимаете, это делается для, а не за. Помогая тем, кто особенно нуждается в сторонней поддержке, сотрудники компании «Лябко» работают в различных направлениях. Важнейшим из них является здоровье. И именно его сотрудники компании дарят людям. Уже много лет подряд устройство аппликационное «Лябко» становится лучшим подарком для различных медицинских учреждений. Так, например, в канун Дня Святого Николая, великого чудотворца и благотворителя, сотрудники МПК «Лябко» передают целый мешок своей целебной продукции в областную больницу восстановительного лечения и Донецкий региональный центр охраны материнства и детства. В этих медучреждениях о качестве и силе аппликационных устройств «Лябко» знают не понаслышке. Они как-то стоят рядом с народными средствами лечения. А то, что придумывает народ и народная медицина, они очень интересны, важны. И это один из таких фрагментов, пласт лекарственной терапии, вообще терапии, не лекарственной терапии, которые незаслуженно забываются. Поэтому все эти аппликационные методы, которые он пропагандирует, они рассчитаны на стимуляцию повышения иммунитета разных систем организма. И организм с этой болезнью борется самостоятельно. Продукция компании «Лябко» помогает в выздоровлении даже самых тяжелобольных, утверждают врачи Донецкой областной больницы восстановительного лечения. Их слову можно верить, ведь здесь ежегодно проходят лечения около 6 тысяч человек с самыми разнообразными травмами и заболеваниями. Аппликационную терапию на аппликаторах «Лябко» любят очень многие пациенты. Просят ее, прям требуют, буквально можно сказать, да, пациенты возрастные из госпитальных отделений. Это пациенты, которые прибывают к нам с букетом хронических заболеваний. У них масса недомоганий, масса проблем. Но этот аппликатор очень любит им помогать. Что помогать в первую очередь? Ну, это убирает нарушения сна, убирает раздражительность, повышает тонус организма, в чем будет проявляться. У человека становится больше сил, лучше настроение становится, меньше боли становится. Если есть трофические расстройства, то уже постепенно они начинают уменьшаться. У Даши Юкина перелом шейных позвонков. Все время девушка проводит в лежачем положении. В комплексном лечении, избежании пролежней и других негативных последствий ей помогают подаренные компании аппликационные устройства. Снимает как усталость. У меня замлевшие руки, и мне немножко помогает, мне легче становится, когда я занимаюсь с ним. Кандидат медицинских наук, врач-рефлексотерапевт высшей категории Николай Григорьевич Лябко помогает людям бороться даже с самыми сложными недугами. Именно желание помочь как можно большему количеству больных и стало основой для работы над созданием первых аппликационных устройств. Это вещи, которые я хотел, чтобы они освободили мои руки и были моими помощниками. Тогда я смог бы больше пациентов взять, смог бы больше им разных процедур сделать, не только иглотерапию, и мануальную терапию, и энергетические воздействия. Сегодня устройство аппликационный Лябко – лучшие помощники многих врачей. Огромное количество людей на себе испытало их целительную силу. Мы очень много работаем с ковриками. У нас целый кабинет рефлексотерапии, основанный на, в принципе, этих вот чудесных целительных иголочек. Случай Артема Лихторенко, пожалуй, можно назвать одним из ярчайших тому подтверждений. Всю свою жизнь мальчик страдает ДЦП. Причиной заболевания стала травма, нанесенная при родах. С первых дней своей жизни Артем проходил лечение в разных больницах и медицинских центрах. К Николау Григорьевичу Лябко он впервые попал в возрасте 6 лет. Он не ходил тогда. У руки его, ну, была спастика. У него была скандированная речь. То есть он медленно говорил слогами. Скандированная речь. У него было специфическое выражение лица, то есть зубы, еще там. Ну, когда вот в детской церебральной параличе он особенен. Первый курс лечения продолжался несколько лет. Потом из-за финансовых проблем в семье на некоторое время он прервался. Узнав о причине, по которой родственники Артема вынуждены были остановить лечение, Николай Григорьевич Лябко взял на себя все материальные заботы семьи мальчика. Я просто чуть ли не насильно их заставил, чтобы они приезжали сюда. Устроил Донецк в школу, там, помог устроиться в детский церебральный паралич, там, где детки и учатся, и получают лечение, чтобы они могли приехать сюда. Сегодня лечение Артема Лехтаренко продолжается. Мальчик учится в специализированной школе, имеет друзей, занимается вышивкой и бисероплетением. А родственники и врачи уверены, впереди еще лучшие результаты. Сейчас он одевается, обувается сам, практически он обслуживает, моется сам. Спастика у него очень сильная была, спастика ушла. Мы очень благодарны в том плане, потому что финансовое состояние семьи и вообще, где есть ребенок с ДЦП, это очень тяжело. Еще одним направлением благотворительной деятельности компании «Лябко» стала работа со спортсменами нашего края. Так уже не один год аппликационные устройства являются лучшими помощниками в процессе тренировок и подготовки к различным соревнованиям. Кроме того, компания «Лябко» ведет активную пропагандистскую деятельность «За спорт без допинга» и совместную работу с известными спортсменами Танитчины по привлечению молодежи к здоровому образу жизни. Цель одна – это воскрешение и оздоровление нашей нации, нашего народа, нашего суперэтноса. То есть это и духовное воспитание, и физическое воспитание Юра, там я, то есть посредством показательных выступлений, посредством тренировок. Николай Григорьевич посредством оздоровления через иглотерапию, то есть иглоукалывание через аппликаторы. И он, и мы пытаемся возрождать, опять же, забытые страницы нашей истории, забытые, будем так говорить, совсем не изученные древние знания. Те, которые когда-то в древности наш народ знал, но потом со временем потерял. И Николай Григорьевич, и Юрий Артемов, и я эти знания пытаемся воскресить, реанимировать. Большое внимание компания уделяет поддержке молодых спортсменов. Так, два года назад в поселке Новомихайловка Марьинского района при поддержке компании «Лябко» для ребят из местной школы была организована секция по борьбе с самбо и дзюдо. За достаточно короткий промежуток времени ребята достигли больших успехов, стали чемпионами областных и всеукраинских турниров. Мы навели уже по Украине, как бы, уже страх. Новомихайловку знают и там, везде уже. С каждым годом количество ребят, посещающих секцию, растет. Но главное, что их пример спортивного образа жизни может вдохновить и множество других детей. Это фундамент вообще здоровой нашей нации, здоровой Украины. Поэтому мы в этом направлении прилагаем особое и максимальное усилие. Мы хотим, чтобы благодаря нашей поддержке, благодаря стремлению самих детей, чтобы они не только вели не домашний образ жизни, а активно развивались. Не забывает компания помогать и тем, кто особенно нуждается во внимании и заботе. Учащиеся в Мариинской общеобразовательной школе-интернате номер 3 уже несколько лет занимаются художественной вышивкой. Компания «Ляпко» поддерживает их в приобщении к прекрасному не только необходимыми для этого полезного занятия материалами, но и следит за тем, чтобы ручки ребят умело справлялись с иголкой. А в этом ребятам помогают другие иголочки – иголочки аппликационных устройств «Ляпком». Николай Григорьевич – частый гость здесь, в школе-интернате. Общение с детьми доставляет ему особое удовольствие. Для ребят же его духовная поддержка является лучшим стимулом к дальнейшему творчеству и работе над собой. Я думаю, что художник должен дарить счастье, улыбку, добро. Я хочу, чтобы от твоих работ люди улыбались. Доброта – это когда ты делаешь людям добро, и они радуются от этого. Чтобы мир стал лучше, надо делать побольше доброты, лучших поступков, чтобы всем помогать, кто тебя просит. Дети абсолютно правы. Действительно, высочайшее счастье, когда ты можешь дарить что-то. А когда ты можешь дарить? Когда ты здоров, когда у тебя есть, когда ты можешь даже последнее отдать, и это счастье. Вот высшего счастья нет, чем дарить. Когда ты даришь, высшего счастья нет. Ты даришь улыбку, ты даришь кому-то свой труд, свою любовь. Ты даришь свою способность и кому-то помогаешь что-то сделать. Именно дарение, дар. Помогая детям и молодежи, компания «Лябко» также организовывает и проводит мероприятия по поиску талантов среди учащихся школ-интернатов. Финансирует поездки на конкурсы детей из малообеспеченных семей. Оказывает им всестороннюю поддержку. Тем самым, давая им шанс учиться и развивать данные Богом таланты. Когда у нас проходят вот эти мероприятия, всегда Николай Григорьевич принимает участие. Вы знаете, я вам хочу сказать, что люди воспринимают как-то, ну, сначала по одному его. Смотрят с таким каким-то внутренним вопросом. Вот. А потом, когда начинают с ним беседовать, общаться, они понимают, что они встретились с уникальным человеком. Это не просто там благотворитель, это человек, который может ещё и дать что-то своё, а дать частичку своего добра и частичку своей души. Уже много лет подряд важной составляющей работы компании «Лябко» является реализация программы по возрождению лучших традиций нашего народа. Компания организовывает различные мероприятия, позволяющие подрастающему поколению лучше узнать историю родного края, воспитать в них чувство патриотизма и гордости за свою родину. Так, в рамках этой программы Вселенного Михайловка Марьинского района проходит реставрация и благоукрашение храма-чудо-архистратига Михаила. Этот храм является одним из старейших на Донеччине. Ещё более ста лет назад его колокольный звон служил ориентиром для путников, потерявшихся в бескрайних донецких степях. Сегодня эта церковь – ориентир духовный. Её знают и любят многие православные жители Донбасса. На большие христианские праздники сюда приезжают верующие из разных городов. Говорят, здесь царит особая благодать. Церковь, безумовно, уникальна не только в своём архитектурном плане, но и в своей истории. Она настолько пережила, наверное, настолько, как пережил весь народ, потому что были и гонения, и церковь была перетворена и в склад, и тут млин был, и олени. Это было, что тут только не было, но споруда предназначена для молитвы. Возрождая традиции, компания «Лябко» организовывает для людей большие и радостные праздники, связанные с самыми лучшими обычаями наших предков. Уже несколько лет подряд в посёлке Новомихайловка люди дружно, собравшись всем селом, отмечают крещение, Масленицу, Пасху. В эти часы каждый чувствует свою особую связь с природой, гармонию в душе и взаимопонимание с окружающими. Надо беречь свои гены, надо беречь свою духовность, надо беречь свои традиции, надо беречь традиции вековые отцов, родителей, прадедов и традиции, которые на земле. Беречь брать всех меньших животных, растений, просто матушку, землю, небо, реки. Всё в какой-то степени обусловлено какими-то высшими замыслами, и когда мы их выполняем, мы счастливы. На эти праздники собираются и стар, и млад. Их ждут. После их ещё долго вспоминают. Вспоминают и благодарят тех людей, чьими стараниями на нашей земле возрождается всё самое лучшее, что оставили в наследие наши предки. С дорогой душой, все люди идут наши, очень весело, и мы его ждём. И ещё теперь, ой, забыла, как и Масляну, Масляну ещё, вот у нас тоже праздники бывают. Так мы все сходимся сюда. Очень хорошо. Спасибо Лябкове, что нашлась добрая людина. Я третий год сюда приезжаю по совету друзей, они тут рядышком живут, я из Донецка приезжаю. И мне очень нравится здесь, я очень благодарен. На службу хожу, воду освещаю, вожу к своим родственникам эту воду, маме вожу. Мне нравится здесь то, что музыка играет, весело, чувствуется праздник. Николай Григорьевич, огромный вам поклон от всех жителей Маринского района. Я думаю, те ваши хорошие дела, благие дела, они Бог воздаст. А мы вместе с вами всё сделаем для того, чтобы такие праздники и вообще жизнь в Маринском районе набирала самое-самое лучшее. А для этого и самые хорошие перспективы. И мы надеемся только на самое лучшее. Основная деятельность компании «Лябко» всегда шла в ногу с деятельностью благотворительной. Да и можно ли их разделить? Ведь недаром все проекты компании «Лябко» имеют одну и ту же конечную цель. Для меня однозначно цель и моя личная, и предприятие, которое изготавливает продукцию и продвигает мои технологии, и задачи организации за сбережение народа. Одни и те же. То есть творить добро, дарить добро. Дарить его разными способами. Дарить продукции, дарить знаниями, дарить какими-то финансами, дарить возможностями помочь кому-то куда-то поехать, дарить возможностями сделать подарки тем, кто достоин этого, поблагодарить их за их творчество, за что-то. Пожалуй, самое главное – это объединить всё вместе, сделать здоровым и тело, и дух, и духовное, чтобы было в каждом человеке. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!